Сегодня хотел бы звернуться до белорусских. Вайс-коутсел. Протягну по-россейску, пока меня добро разразумели. Меня зовут Саня, мне 33. Я в Украине. Я добровольник. Почему я хочу обратиться к ребятам из Беларуси? Да потому что это такие же пацаны, как и я. Две руки, две ноги, цвет кожи. Язык, на котором мы разговариваем. Они белорусы, и я белорус. Но есть один нюанс. Ребята, у меня есть право выбора. А у вас нет. И по приказу вас погонят в Украину на войну. Как скот, как быдло. Вашим генералам на вас насрать. Вы спросите, а что я делаю в Украине? Почему я поехал воевать? Да мне страшно. И пиздец, как страшно. Но я знаю, что если не положить этому конец, если режим не вырубить на корню, то и мои дети, и ваши дети столкнутся с этим. Ваша помощь была необходима еще в 20-м году, когда люди с сотнями тысяч вышли на улицы, а вы их не поддержали. У меня есть к вам презрение, у меня есть к вам вопросы. Но вы можете просто себе реабилитировать. Сделайте правильный выбор. Или не едьте по Украину воевать вообще. Или если вас все-таки погонят, сдавайтесь. Сдавайтесь. Переформировывайте части. Поднимайте наше знамя. И едьте освобождать Беларусь. Вы станете героями. Война эта очень страшна. Но время цветочков и шариков прошло. У вас был выбор поддержать беларусский народ. А вы его не использовали. Люди выходили из-за вас, чтобы вы тоже не ехали на войну. Но вы почему-то закрыли на все глаза. А теперь придется расхлебывать. Ребята, я надеюсь, вы меня услышали и правильно поняли. Всем добра, всем мира. Слава Украине и Живи Беларусь. Добрый день всем хорошим людям. Здравствуйте, дорогие друзья. Слава Украине и Живи Беларусь. Друзья, как я и обещал, у нас сегодня доброволец полка Калиновского, боец батальона Волод Александр Позывной Лахевич. Правильно, Саша? Так, витаю с подарства. Доктор Амоги разум. Слава Украине и Живи Беларусь. Друзья, ну вы, наверное, по вчерашним анонсам видели, что мы с Александром общаемся, поэтому мы сразу будем общаться на «ты», нам так гораздо проще и комфортнее. Саш, смотри, очень много вопросов, которые задавали в Телеграме, мы к ним, конечно, в конце дойдем, они и касаются политики, твоих взглядов, но я зову добровольцев, волонтеров на интервью не для того, чтобы с ними говорить о политике. Я в первую очередь хочу самим же беларусам показать, как много есть беларусов, прекрасных, открытых людей, которых они вообще не знают. Поэтому я бы хотел, чтобы мы с тобой провели, как у меня всегда на канале, обычные человеческие разговоры, поговорили просто о жизни, если ты не против. Здоровьем, здоровьем, с задовольнением, вельми удячно, что у Оголи запросил меня, бо я твоей творчастью, можно так сказать, захапляюся с 20-х годов. Мне вельми цикаво было глядеть в тебе анализ и твоей думки, и коли мы с тобой побачились, для меня это было свято. Ладно, я тебе в первую очередь публично еще раз при всех говорю, как и всем добровольцам, огромное-огромное человеческое спасибо, что вы помогаете Украине в эту трудную минуту. Я надеюсь, это точно так же бумерангом будет, и мы поможем вам, чтобы не было вашего диктатора у власти. Сань, давай начнем с самого начала. 24 февраля, как ты это встретил, где ты был, с какими мыслями ты прочитал первые новости, и плавно перейдем потом, как ты оказался в Украине в батальоне, а потом уже в полку. Расскажи, 24 февраля, помнишь? Конечно, конечно. Глядите, прошлося за того, мы жили у хостеля побач с працей. Это было маленький городок Бжеска, это недалека от Кракова. И к вось, мы там працавали на заводе, а жили побач. Мой сябра, вось мы утрох працавали там, мой сябра будзить мене, и кажут, что пачалась война. Я не поверил, я не поверил, и просто протягнул дали спать. Это было пятая, а тишостая ранку, а нам подыматься о восьмой. Але, я подымаю телефон, починаю глядеть на вины, и я бачу, что отбывается, тое, что отбывается. Я не верил до обеда. Я пайшел на працу, ну, попил кавы, паснедал, пайшел на працу, а обеде на праце, до мене починает доходить сведомость, что отбывается. Я пачынаю отчувать неймаверный сорам и вину, что з маёй краины, так сама, акупаванной Беларуси, летяць ракеты, едут танк. Гэты сорам и вина жырали мене так, что я у вечары записаў зварот украинскаму братскаму народу. Дзе я прашу, малю, каб мяне пустили во Украину и дазволили баранить гэтую краину. Ось, зварот я табе скину, калі што там можна будзе ўставить. Браты украинцы, сёня за вас цела дзень баліць цэрца. Тое, як вы бараните родны край, заслуговывая паваге. Як же мне сарамна, што з маёй краины акупант Суне своё брудная рыла да вас. Зараз я врышаю пытання, каб з'явіцца у вашай краине. І калі вы дазволіце, я стану плячом до пляча разам з вами. Слава Украине! Героям слава! Слава націе! Смерть врагам! Украина! Понад усе! І жыве Беларусь! Я некалькі дзён чакал, так само, каб хлопец скончил своя справа, ён украинец, і мы б разам паехали. Але ён не паспел скончыць своя справа. І я вырашыл ехать сам. Я праехал на межу, польскі бок мене выпустил. Ну, я взял самая необхотная ў заплешнік. Пайшоў на кардон украинскі, а мене не пустили. Мне сказали, што Беларусь, як і Расія, краина агрэсар, ў тебе беларускі пашпорт, таму мы тебе не пустим. Балюча було да слёз. Я тады зразумел, што нават крывёю, гэты сорам, я не могу, мне не ма махчымасці змыць. Я стаю, я плачу, да мене падыходзіць, ну, дякую таму дядьку, капітанці, хто і он был памежнік. Он мене взял за плечо, вывел з КПП і каже, глядзі, я разумею твоє пачутці, але ў мене загад. Я табіраю знайсті якуўнібу частку, каб атуль был запыт на цябе, што яны, што ты им треба. Калі тваю прозвіща будзе на мяжі, то тады я табі пропущу. Я записываю зворот, я ще адзіну в інстаграмі і кажу, допоможите, куды мне можна звертацца. І ось тут медийка спрацавала. Мне пара ілі розныя кропкі, куды можна звернуцца, я звертався. І інтернаціональний легіон, і амбасаду українську, і ось тады толькі починав працаваць беларускій дом ва Україні, які зараз ў Рашаві знаходіцца. Тобто, наші вось гэтай добраохотнікі тады яшча не було навод батальйона, а ўжо полк. Звернуўся туды і вось там мене допомаглі. Дазвоў, я чакаў тыдзінь, каб немарнаваць час, мы ёздззілі па миліталі крамах і збіралі грошы. Сабраныя грошы беларускімі даспарамі набывалі рознай рэчы. Каб ніху бля час, там, акуляры, вопратку, пальчаткі і тадалі. Не было бронікамізелек, не было плітаносак, вось гэту ўжо было разкуплена па Польща. Але штосці мы набылі і чакалі вось гэты дазвол. Я яго чакаў, ну, як, нейкае, вось, вельмі для мяне моцнае, штосць. Я не знаходзіў сабі местуўсь, гэты тыдзень, і калі я нават атрымал па перху, я сябе адшоў нормалёва, толькі тады, калі я ўжо праехал і был на трэпаве Украину. Хорошо, ты пріехал в Украину, куды дальшы? Куда ты ехал? Куда папал? В какое расположэння? Я можа буду доўга, калі шо там павыразаў, але гэта варта сказаць. Каб нам даяхаць, нам трэба было, ну, нам кажуть вы паедзеці гуртом арганізаваным, і вам трэба свая машына, якую прапусяць, і якая паедзе на Киў, бо там будуць вас чакаць. Машына ў нас не было, мы термінова кідаем клич па беларускіх даспарах збіраць грошы на машыну, бо ў нас там некалькі дзён на гэту всё было. Грошы сабраліся, беларусы наўлєшы, молодцы, дзяквай. Адзначу чешскую даспару беларуску. Така во, сабралі грошы, падыходзім да палякаў, ну, ў Польшы былі, і набылі тэчыка. Кажым, калі ён будзе гатова, яны сказали, нам трэба яго троху падлатаць, всё добра, калі будзе гатова, завтра зранку. Мы ў вечара яшчэ раз праезжаем, как спраудзіць, аб'ясняем гэтую, распавідаем гэтую сітуацію, шо нам вельмі-вельмі трэба, ну, каб вот зранку ён паехал. Яны кажа, куды вы так збирайтіць, шо вы так, ну, хвалюйтіць, ну, вайну ва Украину. А-а-а, всё, мы зробім, і грошў не трэба. Вось тут я зразумеў, што мы ведем боротьбу з сусветным злом, што ўсе нам дапамагалі. Калі, і вось тут таксама хачу сказаць, мы, калі па милітары крамах ёздзіли, грошў нас былі, таксаму вось гаспары скидалі, там был хлопец, які са Швейцарай праехал, і просто стоял ў Чарзе, але ён ўкраинец, і ён пабачыў, колькі нас едзе, ну, гуд гэты, і куды мы едзем. Мы набылі шмат ўсялякіх рэч, акуляры, прачаткі, то я шо я казава. І ён кажа, я са Швейцарскі дааспары украинців таксама збіраю грошы вось гэты. Можна я за вас заплачу? Мы такі, у нас хапай, у нас сваге ёсць, ну, ахвераванныя гэтая грошы. І он кажа, манія, ну, вельмі будзе прайемна. Тому шта я не магу паехаць, а вы едзете. Вы не украінцы, і мне было бы просто, ну, я не магу так. Можна? Ну, все, мы пагадзіліся, заплакали. І тут зновку разумеем, шту весь свят нас падтрымлівае. Тому гэта було клёво, як мы ехали. Так, прайехалі мы ў Львовску область, паселіліся на базе. Я не буду прай гэта ўсць распагадаць, ну, конкретна так, ў Львовская область, пераночылі, зранку кажым, што мы прайехалі воеваць, нам трэба на фронт ўжо, і куды тут ехаць. Нам была прапанова, альбо застаёмся тут ў учэпцы, альбо едзім ў Кіў. Вырошылі ехаць ў Кіў. Вырошылі ехаць ў Кіў, паехалі цюгніком, прайшлі ў Львовскі жалязнічный лакзал. Зразумела, што все вельмі склада нахадзіла, а гэта было шостаё сёмая сэкавіка, дакладна, не пам'ятна, ціто шостаё, ціто сёмая. Ось, март. Цягнік всё, штаку был, мы паехалі, селі ў окошній вагон, як нам параэлі, там я спаткаў гармадзянскіх людзей, жанчына запыталася, хто мы, што мы, куды мы, і расплакалася. Ось, мы тады абняліся, і гэта был так само, ось, промінь святла, што, ну, разумееці, маё пачутці, мая ось сором віна, і аны пачынаюць згасаць. Згасаць того, што мяне тут ўспрымаюць, як нормалёвага беларуса, літвіна. Ось. Я ще промінь святла, я так само прагыта хацял бы сказаць, мы, калі мяжу праезжалі, ось, ўжо другі раз, ўжо арганізаваны, з гэтым течікам, ось, мы даём свае пашпарты, памешніцы, праёмная дзавчына, я набера наше пашпарты, беры гэты дазвол, ведая, ну, бачыць, куды мы едзем, пачынаю ўсміхацца, і каже, вы хаціце воіваць за Україну, мы такі, ну, канешня, ну, гэта ж наш дом так сама, гэта нашы браты, і, ну, і шыра кажуць, адчуваем, мы сором за того, што з нашай країны іде ось такая навала. Яна ўсміхнулась, і мня тады так сама был. Разумеєця, я не тое, што не веру, я не сутыкаўся з тым, каб гамбіли беларусаў украінці. На сам рэч, ну, я шчыра кажу, пяць мэсяццаў я тут, я паміняў тры накірункі на фронці, я пазнаёмўся з шмат якімі людьми, ўжо згубіў не каторых, і украінскі бок так сама. Я зараз з жонкой аднаго дядькі перапісывуць, просто падтрымаць яе. Мы з ём пазнаёміліся на фронці, і празтыдзін, і он загибнул. Ні воднага слова не було, што мы кепскі. І гэта гэль непраемна, што беларусаў, падкрэцлю, литвінаў, нас беларусамі не так долго завут, литвінаў, і лукашістал адрознівуюць. Гэта рознае рэч. Знаеш, я щас... Ну, первых, ты очэн інтересно рассказывеш, спасіба тебе бальшой. І я вот панімаю, што я па пазывным беларусав, добравольців, начынаю изучаць беларуску мову. Скажи мне, пажаласта, лахвіч, это просто слово, или оно тоже што-то значыць на вашам радном языкі? Глядзіце, такоха слова, штось ці значыла нема, але моя вёска, адкуль мой бачка, дзед, прадзед і до шостага калена, я ведаю, лахва. Гэта Лунинецкій район, біра сейская область, палеце, дарэч, недалёка ад вас, прыпять. Я назвався так, каб памятаць сваех проткаў, каб калі мяне звалі, таксаму узгадывалі гэтую містіну. Я вельмі паважаю паганцва, язычніцтва, і, як сказаць, я не тоя, што верую, што некі мужык на коні скачыць па небе, там, грыміць, некі, там, ось гэтай іскр, але багі любяць моцных, і калі ў тебе ёсць нейкая мета, ты да яе ідзеш, напрыклад, на той же вайне выконвайш задачу, то пярум, а хоўнік вайерол, ён побачч с табой, ён тырмае цібе, ён чакая цібе там, але пакуль ты не выканаеш задачу тут, ты тут і не патрапіш. Таму ты не можеш сабе даць салабіну, ты ідзеш наперад і выконвайш. Не молішся, не звертаешся до яго, ты выконвайш, і ён табе допамагае. Тоя самая із дзючыной, багіня Лада, вось, напрыклад, трэба ўпэўнена. То есть багілюбець моцны. Супер. Идём дальше. Знаеш, там многие пишут, что вас всех сразу на передок отправляют, как пушечное мясо. Вот скажи, правда это или нет? Вас чему-то учили вообще перед тем, как вы попали на фронт? Глядзите, конешне не. Мы ехали с шырым сэрцем у окопы, рыхтаваліся до этого. Мы навад туў волонтёрку, яку ювезли, ўжо і сабе таксама расклалі па одному комплекту ўсяго неабходнары. Мы думали, мы праедзем, і адразу у окопы. Ага, я першы раз на боевы патрапіў пра з полторы месяца. Вось. Увесь гэты час, спадараст, вось я зараз звертаюся до тых, хто я ще не вырошу ўехать ціне. Ёдзе, калі ласка, трэба людзе. І такі шанец ён можа быць раз ў жыці. Мы живем ў гістарычный час. Альбо зараз, альбо ніколі. Вы бачыць, што адбываець. Дык вось, калі праехаў полторы месяца, хадзіли на учэпку. Было вельми праўна, калі на наступны дзень, і вось я праезжаю ў Киў, на наступны дзень, я атрымовываю аутамат. Яшэ пра з дзень, я атрымовываю до яхого быка. І адразу іду ў пост боевы, ахова быка склада. Вось. Так, я першы раз ёху трымаю ў руках, але ў мене ёсць ўпэўненасць ў тым, што я выканаю задачу. Ну, ўсё, што ку пытані было пра падрыхтовку. Падрыхтовка моцная. Яна па разважані людзей, які были ў армі, я ў армі не был. Я аниматор, я працую з дзецьми, люблю дзеток, і мне там нема шо робіць ў гэта армі. Вось. То кажуть, што я намоць надрознивайцца, то, што зараз адбываецца, ну, якая вайна, і то, чым ўучаць. Пры Саюзі і вось пасля развалу. Тому я атермаў за місяц вельмі досканалы курс, які зараз я выкарастовываю. Дзякуў моему інструктору, командзир Кит. Вось ён был першы командзир, який мене сустрэл, і правадзыл падрыхтовку. Давай тогда сразу пойдём через полтора месяца твой первый боевой выезд, первое соприкосновение с врагом, первое чувство страха, вот что-то из первого боевого выезда. Понятно, потом идёт какое-то чувство привыкания, когда у тебя уже третий-пятый выезд, а вот самое первое, когда есть в мозгах, грубо говоря, кино, фильмы, война, а тут ты попадаешь в реальность достаточно жёсткую, даже жестокую и страшную. Твоё самое первое впечатление, что у тебя да сих пор в голове? Глядзите, первый боевый, я не залічвую сабе, я да сабе вельми строги, я не различвую яго, як боевый. Гэта была буча, і мы ехали прозырпень. Я зараз узгадаю, але я не люблю гэтые моменты. Калі мы ехали туды, яна ўже была вызваліна украинская армия. Нас попросили просто стать трамат сектар. Калі мы ехали, яшэ не паспели пасбирать загинулых грамадзянских людей па дарозі, калі мы ехали, я вось гэтого все бачу. Я просто я не ведаю, колькі іх было, што іх не паспели избирать. Я па пущу тут, мне складаны, прабачці. Калі мы праехалі туды, ўжо на сваю локацію, гэта была буча, заняли пазіцы, ну і зразумела, нас сустракалі людзі, які там засталіся. Размавлялі з гімі, наш ваенны корреспондент брал інтерв'ю. Разумеєця, самая страшная, што было, і я тады гэта чул, не загинуць, а выжыць. Калі твоє родны загинулі ў тебе на вачах, і ты размавляюць з чалавекам, глядзіш ў яго в оче, а там нема нічога, там ёсць пытання, за што і як далі жыць. Вось, яда було жудасно. І я адразу для сібе зарабіў вынік, што вось такога я просто не павінна быць. Я знаходжуся там, дзе я павінен быць, і я буду рабіць тое, што я павінен зарабіць. Вось, я не скажу, што ў мені был паранаидальны жах, страх, страх был, зразумела, але було вялікая непаразуменне таго, што адбуваюць ў 21-шым стаготі. У Європі. Нась. Ну, не ек так. Да. Я могу протягнуть, раз повесьте про соправдані боєві калінчика? Не, не, конечно, интересно. Дальше идем, коли ти попав в перший раз і увидел, не знаю, пули, мины. Угу. Перша горя. Перша друга рядом, который в Беларусі был, смеялся с тобою в комунате, і його не стало. Так. Так. Глядзіць, тады тут більш так падрабязно буду распагадаць. Глядзіця, перші соправдані боєві, гэта мы выїхалі у... Я буду па в областях, я не буду казаць про гарады, как не првязывацца. Гэта була Нікалаевська область, яе бамбавалі. Мы провели там шэсть тыднёв, полторы місяцы, на Варці, я ўразліку па ЗРК. Тобто, мы заняли позіцію на даху дома і сачили за вертолётами. Вось. Нажаль, не пролетіли. Ну і добра. Дык вось, пасля перші штурм, вось тут, вось тут було страшно. Калі ты... Ну, так сама, выдвігаецца штурмовые гурты... Первый штурм, а ты имееш віду, вы идёте освобаждаць українські територію первый раз. Так, так, так. Атака, атака. Першая штурмовые отрады, які узначалі ў Брэст. Дарэч, калі я переехал ў Микалаевську область, то мой командір был Брэст, вось я был ў році цяшкаго збраєння, ў разліку па ЗРК. Вось. Дык вось, штурм. Перад штурмам я разумею, што при штурме людзі загінаюць болі, чы при абароні. Вось тут було так непрыємна, але разумеючыць, за што ты воюєш, ось. Ну, я лёгка гэта 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 пачаў ставіць. Але я взял таліфон і просто пачаў записываць своє думкі. Наконт ўсяго, што я адчуваю, а для чаго я не ведаю. Можа так, моя барадьба са страхам была, можа яшчыя штось. Але мені на сам рэч скала легчей. Дык вось, я записаў відуо, хвілі на десіць, паклаў ў кишэню, барніка мізалкі дарэчі, ось, і я думал, калі я не вернуся, калі мене забьюць про штурме, то хтось, ну, калі мене эвакуіруюць, то хтось ця, восьміх гэта 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 гэта, і хаця б паглядзіць, шо вось такі лахвячбу. Можа нават і выкладі пуды нем. Штурмы буваўся, як панотах, мы прайшлі ад пяці да сімі кілометру, занялі пазіці, выбілі свіна сабака ў зі вёскі, занялі вёску, і гэта було насам рач клёва, таму што яны не чакалі гэта гэта. У їх войска ў хапае, артилерія біла, потом яшы бронны технікі болі прайшло, авіація літала, таму вельмі складана была трымаць гэту ёску, але ўсё ж тыпу задачу мы выкиналі. Не буду знову распаўсюджывацца, як там што адбывалася, я магу толькі вось свае думкі. Эта в этом штурме є знаменітое відео, я публіковал ў сябя, гэ вы взялі в плен кого-то, трёх русских солдат, і там с ними общаліся, да? Так, так, так. Брал іх Брэст, ось са штурмавай групай, я был ў другім шалоні, метр ўбнапаўна трыста ад гэтай вёскі, ўлеса пасацы, ну всё, ўсё, ўже не буду падрабязна, дзе я там шо был. Ось, з разліком пазырка спробавалі збіць вёрталёты, не атрымалас тады. Так, гэта вось, калі ўзялі палонных, яны не чекалі, таму што прышлі, ну, трошучку жартаў, а галделы беларусы, якім нема дзе жыць, падумалі, шо вось гэтая вёска можа нам свадабацца, і ўзялі, таму што, ну, в нас ў краіні не як жорска ўся. Вось, ну, жарп. Што падкресліць трэба ад гэтай апірація, вернуліся ўсе. Былі некалькі трёхсотых, але вернуліся ўсе. І гэта было на сам рэч свята. Вось, гэта было свята, шо ўсе вернуліся, не чекана. І вось, там не то, што был пераломный момент, я просто зразумеў, што можна штрумаваць, заставацца жывым, і трэба вось істі ўсё, што падаперамогі радваў. Бут я знову зразумеў багаў, што, ну, пакіда памагаюць мацнам. Ось. Ну, вось не як так. Так сама, разумеўця, страх был, ў Беларусі, людзі сядзяць за кратами, найлепші, свят нацы. Альбо з'ехалі з країны, альбо яны не могуць выказываць свае думкі, навыць свае пачуці, таму што гэта забароніна. І, прабачте, не ламіць, ў меня стрім. Дякуй. Дык вось. Секунду. Я не да извиняюсь, но ў меня прямой эфир. Так. А, прабачте, пройшоў. Ось. На чём там мы протягнем? Ну, ты рассказывал вот эти ощущения, что можно вернуться живым. А, ну, вось. Ну, боди. А, ты уже перешёл к тому, что мы воюем, а кто-то в застенках сидит. И вот эту мысль навевал. А, так, 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 так. Так, вось. Головная мета. 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 Калі, калі, ты разумееш, за што ты воюеш, вось тут так сама, мы на гэтам спынемся падрагазна. Калі ты разумееш, чаму ты тут і што ты робеш, то ўсё становіться на сваі месце. Узгадываючы кожнага палітвязня, узгадываючы людзей, які не могуць выказываць своя думкі, узгадываючы людзей, які здехалі, хаця яны живуць не вельмі добра за межой, яны хочуть да мол. Узгадываючы дзятей, яких забиваюць ракетами ў гарадах, дзе не проходзіць байвай дзені, ну, далёка ад ліній фронта, загінулых і вайсковых, і грамадзянскі ўсіх, і ты разумееш, што гэтаму просто трэба пакласть і конец. І калі ў цябі ёсь хоч малейшая нейкая макчымась, то ты не вінім нікому, але я для сібе вынік, што я буду тут, і калі мне патрабавалася дапамога, я так сама термінова з'яхаў з Беларусі, таму што мог сість в Турму, я з'яхаў ва Украину. Украина мене праніла як сынаць. Зараз я бачу, што Украине трэба дапамога, і я буду з ёй до конца. Я не буду хлусіць, було вельмі страшна, ў штурмі було вельмі страшна. Я задавал сабе пытання, наво, што я сюды пріехал, ну, Алеш, я ж толькі што падрабясны распавёл, шаму я сюды пріехал, і я сам сабе пабецаў, што вось калі я выйду з гэтага штурма, гэта там, ў акопе, калі свістяць міны, кулі над галавой, што я, калі выжыву, я з'еду адсю, я не магу баліше, ўсё-всё-всё, толькі вось трэба выжыць, трэба выканаць задачу. Такое було асі, ну, не секунд, хвіліну можу, вось такое було. Я сабе падманул, заразумела, а, я падяцав, але я ўжо, наступнуя задачу пайшёл, я шлеву задачу пайшёл, зараз я ўжо, на сам рэч, лёгка да гэтага ставлюсь, тут не самая кепская смерть, не, шо гэта я кажу, не самая кепская, найлепшая смерть, ў цікавый час жывем, мы робім гістору, мы вызваляем краіну сваю, празвызвалення Украіны вызвалім Беларусь, ваюем с усвятным злом, таксама хачу падкрайсліць, што любы рэжым, які б нён не был, ўо трэба выразаць на карню, таму вось ўсё добра. На кон страхаў, добра, ну, на гэтам вось апірацій скончам, была яшчы апірація, дзе мне трэба было выносіць пабратима, ўжо забіта гэ. Трымалас так, шо ёго в очы былі не заплющаны, і я ёго нёс ў галаве. Я глядзеў, я маў в очы, і он ў мне, і мне было просто жутка, але не было страшно. Аднеслі на эвакуацію, набралі яшчы БК, і пайшлі выконываць свою задачу. Вось гэта було менш тыдня таму. Вось тыдня яшча не прайшло, я зараз ось пасля апірація адразу праехал сюды на адпачына. Вось таму, ну, падытожу, просто падытожу, шмат нагаварыл, а галавная мотывація і вверыць ў тое, што нават, калі ты загінеш, што гэта будзі не дарма. Вось. Ну і зновку хацел бы папрасіць, што хлопцы, людзей не хапая, людзі загінаюць, таму папаўняйці рады, ніхто вас на мяса не кінне ў бляжэйшы месяц, пройдзіці адэкватную падрыхтолку, потім ўжо можэці выбрать підроздзіл, ўкуды вы можэці пайсті, інженерно-сапёрныя, важкае узбраўене, минамёты, ПЗРК, крупнокаліберныя куламэты, ну і ўсялякая рознае. Вось нават, нават ёсць медыкі, які просто вытягуюць. Можэці не страляць, але допамагаць. Вам не слышно, у нас ток шо самолёт пролетел, давно я не видел. Просто такой звук. Вот наши, мочаторка. Ну, это ж невидимки, у нас же нет ни авиации, ни ПВО, оно ж всё в первый день было уничтожено, поэтому какие-то звуки непонятные. Ну, знаешь, когда я в первые дни слышал, когда они летали Бучу, ну, за Бучу, Гастомель, бомбит, расшистов, они так у нас тут летали низко, что аж страшно. То сейчас уже ракеты куда-то далеко полетели. Саня, скажи, пожалуйста, вот у тебя тикток, я в описании поставлю, ну, в описании оставлю ссылку на твой тикток, там у тебя много прямо с фронта видео боевых, и то, что я сегодня делал в анонсе, там вообще-то так, говоришь «Доброе утро», а рядом прилетают мины или снаряд, я не знаю. Тебе настолько ты уже привык, и тебе не страшно, или ты понимал, что она где-то упадёт далеко, у тебя даже взгляд не дрогнул, ты так, знаешь, как-то стоишь «Доброе утро», о, все на собаке тут стреляют, такой грохот стоит, и говоришь «Ну ладно, пока, типа пойду всё-таки в окоп спущусь». Так, глядите. Да, да, не, и знаешь, я так, был у тебя момент, когда ты, простите, дамы, за слово, бля, вот это повезло, ну, знаешь, типа где-то рядом что-то прилетело, из-за того боги на хорошей стороне. Глядите, ТикТок, я сам туда не залажу, я го веде мой сябра, ось, який меня разбудил, и сказал, что война почала, и он у Польши застався, ось, и он веде, потому что у меня часу нема, и я у ТикТоку не вельми разбираюсь. Я веду Инстаграм, ось, я навыд, отказываю на пытанья, людям, якие мне пишут, ось, в Инстаграме, гэта я. Я ще, ютуб канал, але гэта уже, как поширэння, мне цікава, разважання, моцных, таких, буйных пытанья, потому что пытанья у, опошний час, так, вельми шмат, не вельми такие файные пытанья, але, але их задужэ шмат, и, калі ёсць махчымасць, я буду адказываць, с ней. Дык, ось, на конд мінал, глядзіце, па гуку, уже адчуваеш, куды я налетець, ось, то просто, ёсць перезумяння того, што мінавіта ў гэтым секторы, цебе не будут бамбіць, ось, ну, раз цебе бамбіць не будуть, вылазіж за копа, на боевых, заужды па менен быць окоп, ось, вылазіж за копы, і здымаюш что-небыць, ось, ну, такоя ёсць, што, камандзіле, канешне, супраць, ось, тут я узгадаю знов, першы боевы, ось, дзе мы выходзіли, і ўся вернуліся, я выкапал окоп невелікі, невелікі, але мне хопыць, мня камандзір каже, выгадь крыху глупе, я кажу, ай, не трэба, ну, можа будзім меняць лакацю, там, ну, гляді сам, калі табе хапае, то хапае, я сіў, апперся на древа, окоп помаш, і сіжу, і он тако, так, а наво, што ты ёго выкапал, калі ты, ёго не лезіж, я кажу, ну, я не ведаю, мне тут утульні сидеть, а припираюшись на древу, калі панаса ад працавалі, абратка прайшла, працавал наш минамён, прайшла абратка, ну, я не так адрымалася, а вельмі хутка туды патрапива, в этой окоп, вось, таму, не було такоў думки, типу, ох, мене пасшастяло, просто трэба рэпыць вісновы, і не сидеть, там, ўжу, такой, герой, ось, а не як сачыцца сабой, і, ну, карацяй, коп, вельмі карыстная штука, і я пасправую, болі так не робіць, ось, і видосікі ты, які я здаюю, я ўжо ўпэўненый, штову сюды не пралецець, а так було, было, правильна, это я так аккуратно тебя пазурил, шо, не надо так іскаваць. Я зразумел, темболь, што я не могу себе дазволіць разыковаць сабой, бо вельмі шмат справу, яшчі не виконана. Чемболь, чимболь, чимболь, і Беларуська. чимболь, чимболь, не сделана. Смотри, чудесно, мы уже с тобой, как и договаривались, больше тридцати минут в ефирі. Сань, вот, знаешь, у меня в Телеграм-канале тебе там больше тридцати вопросов написано. Есть, может быть, какие-то уникальные, и очень много, кстати, пожеланий от беларусов, чтоб все вы вернулись живыми, здоровыми. Там, я так понимаю, даже какие-то друзья тебе пишут, что они тебя знают лично, ты прекрасный, добрый человек. И твои видео, кстати, много видео у Александра, кстати, с котятами. Он собирает на фронте всех котят, всех выручает, всех забирает. Добрый человек, а мы хорошие люди, мы всегда добрые. Все вопросы, все вопросы, знаешь, они как от обычных людей, так я понимаю, там у нас в Телеграме есть и провокаторы, они все касаются вокруг политики. А расскажи свой взгляд, кого ты поддерживаешь, кого вы в полку поддерживаете, куда вы хотите идти, как политики, а когда вы перейдете границу, будете воевать. И знаешь, иногда не хочется людям сказать, ну зачем такое задавать, ну кто ж вам это расскажет, ну нельзя же быть такими наивными. Вот, простите, что вы это задаете, я так вас назвал, но в итоге, когда вы перейдете границу ВСУ, когда вы будете там дружить или воевать с Тихановской, назови по фамилии всех, кого ты любишь, кого ненавидишь, подведи итоги за два года, когда вы уже там все друг друг передеретесь в полку, и вот такого наливают, наливают, поэтому в завершении два слова. Скажи о политике, что считаешь нужным, скажи о полке, что считаешь нужным, вернее, о полке, а когда вы придете на танках с ракетницами освобождать Беларусь? Глядите, я откажу словами своего командира, одного из командиров, Волод, это человек, який загинул, и зараз один из батальонов, у яким я носить ягу имя. Так, так, вось, первые дни, когда я был у Киеве, проехал, познайомились, у меня захотели взять интервью, я не памятую, кто, кто с этим замерз, то ли Голланды, то ли Бельгия, я до яго подходжу, я кажу, слухай, я могу дать интервью? Можешь, а шо я могу казаць? И мы адмерковываем гэтай пытание, и тут он мне каже, слухай, ты солдат, у тебя есть две задачи, захавать себе и нанести максимальный урон ворогу, выконвай их, якое интервью? Ось, спадарства, на конд политики, я разумею, что гэта не опошняя справа, я солдат, у меня нема пакуль часу разважать на гэта. Я сторонник того, что парты павинна быть шмат, и павинна быть не нейкая, а пиар-кампания, хотя бы год, год человек павинен себе зарекомендовывать, парты эти, особный некий кандидат, и павинна их было быть шмат. Калі ты с цягом часу, ось, за год, даведышся про яго, что сте, могут некие симпаты з'явиться, може, он там панабяцаў, чаго сте, выбираем, и он не выконвая, тады убираем яго. Я думаю, што яно павинна быть так. Я не могу сказать, хто мне зараз вемі падаваець. Тому што, ну, я тут, а их тут нема. Ось, ну, я не хочу сказать, што я там моцна палітычны, ну, просто зараз у мене ёсць две задачи, ось, які я выконываю. Ось, яны у мене перша пачатковая. А я не буду гнаць ні на кого, кожны мая сваю правду, сваю миркавання. Наконд Світланы Георгіївны, я за яе галасавал, так. Я за я галасавал, яна павінна быть законно признаным президентом, президенткой. Ось. Наконд Беларусі, так, калі ў ваходзі. Слухайте, як толькі ўвайду, я не захадзі скажу, каб нас там не сустрэлі, а калі мы будзім выходзіць, я думаю, што ўсці пачуюць. Абмерковываем? Так, абмерковываем, як гэта будзіць? Я не скажу. Ну, гэта провакаційнае пытання. Але прыідзім, прыідзім, господарство, ну, на хастях добра, але дома лепій. Я разумею, што Украина так сама можа быць мой дом, але, ну, Беларусь павінна буць вольна. Ну, так будзі ў гісторі, што і Украина, і Беларусь будзь вольна. Вогули, я ж пра сваю мару, што, я разумею, што там пару хвелін, але моя мара, гэта калі мы аб'єднаюся, ось, і будзі, калі сті була великая країна ад мора до мора, ось зараз яна так сама павінна. Так і будзі. Саня, я тебе чесно скажу, потрясающе, інтересно, супер, отличный человек, хороші люди, поэтому ми заканчиваємо, як ти знаєш, вже два роки подряд, одной і той же фразою. Друзі, хороших людей більше, слава Україні, живе Беларусь, Александр, тобі, просто, щоб ми з тобою ще 70 років випіли чарочку, все були живі, в вольній країні, от моря до моря, щоб діктатури не було, і кожен чоловік, прежде всього, мог к власть относиться, що це його менеджер, котрого він може менюєть, коли йому не нравиться, і вони всі работали на благо наших країн, і вже, скорей всього, наших дітей, щоб наші діти гордились той країн, де вони живуть. Так, героям слава, живе вечно, дякую за те, що запросив, з подарства до вас завертаюся, а питання у Белошмат, на усі не отказав. Калі ласка, пішіці мне у Таліграм, у коментарі, лахвіч, і на штось ці, я просто зніму свой стрім, каб не затягвать тут час, я выберу тое питання, якой шмат палтараецца, і со свого особистого позірку, я усе распореду. А так, до перамоги разам, слава Україні, живе Беларусь! Дякую. 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 Дякую.